Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Я ее ведущий Александр Гурарье. 29 августа в литовском городе Мулеты прошел марш, который явился определенной новой страницей в истории Литвы. Дело в том, что это был марш памяти жертв Холокоста, прошел он от центра города до места массового убийства евреев на Ахкраине, где в ближайшее время будет открыт памятник погибшим. В период нацистской оккупации в Малете 29 августа 1941 года погибло 2000 и более 2000 евреев, среди них 700 взрослых и, что самое ужасное, 1469 детей. Это почти треть населения города. Мы беседуем с журналисткой Марией Лекух. Здравствуйте, Мария. Мария, вы откликнулись на призыв группы организаторов сделать вот этот марш, приехали и сняли сюжет о том, что происходило в этот день в Малете. Почему вы это сделали? Ну, во-первых, я хотела сказать, что памятник в Малете, слава богу, есть уже. Мы, собственно, 29 числа его и открыли. Ну, то есть я присутствовала при его открытии. Мы с моим очень близким другом Ренатом Давлет-Гильдеевым поехали в Литву, потому что мы точно понимали, во-первых, что это будет исторический день, что надо обязательно там быть. Пока мы ехали, я взяла сына своего, чтобы он тоже участвовал в этом марше. Пока мы ехали, мы сообразили, что вообще-то часть, большая часть моей семьи из Рокишкиса, из Литвы, это на самом деле Малеты по дороге в Рокишкис. То есть мы когда ехали туда и обратно, мы проезжали его. И что это моя личная еще история, и, собственно, поэтому так получилось, что я из соавтора стала чуть-чуть героем этой истории. Мы проехали сначала, мы приехали на день раньше, потому что я хотела попасть в Рокишкис. Я была там первый и последний раз лет семь назад, в 2009 году. И тогда меня очень неприятно поразило то, что я почувствовала страх перед собой. Это было очень занятно, занятно и неожиданно. Тогда мы посетили кладбище еврейское старое в Рокишкисе. Это была какая-то чудовищно заросшая помойка, понять, какого размера. Да, вот фильм идет об этом речь, там показывает, что сейчас оно вроде приедено в порядок. Его сделали кладбище. Прямо я не знаю, на чьи деньги. Мне, как объяснял мне Цвик Рицер, это один из организаторов маршала Малетты, все памятники, которые ставятся евреям в Литве, ставят сами евреи. Вот, видимо, евреев Рокишкиса оказалось, выживших не так много. А я же занималась историей своей семьи с какого-то момента, ну, то есть до какого-то мы все дети, там, молодость и, в общем, совершенно не до этого. В какой-то момент ты останавливаешься. Я помню, как мне отец отдал папку нашу архива, который сохранился. И я тогда первый раз начала осознавать вот масштаб катастрофы. И, ну, собственно, вот поэтому мы и поехали. Для меня это был еще марш памяти моей семьи, которая каких-то, судя по всему, немыслимых была размером. То есть... То есть они все погибли там? Они все погибли там. Дед остался из моей семьи, дедушка остался один. Он приехал после войны, в 45-м, по-моему, практически году осенью, приехал в Рокишкис, понял, что нет никого. Надо понимать, что все эти маленькие местечки, они в основном небольшие города, это еврейские города. В Рокишкисе тоже было две трети евреев, только он был несколько больше, поэтому перед войной туда бежали евреи из Польши. Поэтому там было население перед войной около 7 тысяч человек. И две трети тоже это евреи. И найти в Рокишке семестр расстрелов, я знаю, что есть памятник, но мы не смогли найти. Но зато как-то стало легче выяснить, то есть можно подойти к человеку, оказалось, мы, собственно, так и сделали на улице, спросить, где был еврейский квартал, и человек вместо, как первый раз от меня женщина побежала с криком, я не понимаю по-русски, а я, конечно, она понимает, если там около 70 лет, она училась в русской школе, конечно, в Рокишкисе. Ну, то есть она русский язык знает точно хорошо. То сейчас мне все показали, показали, где было гетто, оно было очень коротким, показали, собственно, те дома и улицы, на которых жили мои предки и мои родственники. И потом уже мы поехали в молитву. Про сам марш, про то, что происходило, мы увидим это в самом фильме. Расскажите пару слов, если можно, о ваших ощущениях. Что вы чувствовали, когда вы шли в колонии этих людей, среди людей, среди портретов? Я, когда приехала в Литву, я была в очень напряженном состоянии. То есть я правда, я осознала раньше, чем Мариус Ивашкевичус, который, собственно, позвал нас всех на этот марш, что евреев в Литве убивали соседи. Ну, то есть не все соседи, там приезжали какие-то отряды литовских полицейских из соседних городков. А в Малетте, например, это были просто местные соседи, это известно, они, собственно, и говорили об этом во время траурного митинга, ну, то есть вот траурных мероприятий. То есть они еще до прихода немцев? Вообще, надо понимать, что погромы, не вот не массовые убийства, а погромы начались до прихода немцев. Более того, то есть был вот этот момент, когда Красная Армия откатила, а немцы, собственно, еще не пришли. И я знаю, потому что я читала, а не есть на английском языке в интернете, воспоминания выживших евреев Рокишкиса. То есть кто-то выжил, просто в моей семье никто не выжил, а там надо понимать, что только известных мне людей, которых можно там пронайти в Литвосик. У моего прадеда около пяти братьев, три брата, у каждого, я так понимаю, по шесть-семь человек детей, у него около семи человек детей, там просто не все сохранилось, например, имени своего деда я не нашла, но я точно знаю, где он родился, и у меня есть там фотографии и письма оттуда, это не проблема. Вот вся вот эта вот семья погибла. И я ехала очень напряженно, я была обижена на самом деле, правда. Обижена не тем, что там 75 лет назад, они там, произошла такая катастрофа, а тем таким с поджатыми губами нежеланием вообще разговаривать об этом. Ну, потому что это же как нарыв. Есть много людей, которые сейчас нас больше, да, то есть у нас сейчас опять довольно большая семья. Ну, не такая, конечно. И нам хотелось услышать. Есть такое мнение, что вот изначально вот это непринятие официальным Вильнюсом, официальным правительством Литвы и, собственно, литовцами тоже, нежелание признать и принять то, что произошло, было связано в какой-то степени, что, таким опасением, что вот эти вот потомки евреев, которые живут там где-то там в Израиле, в Америке и так далее, начнут претендовать на собственность, которая там находилась. Такой момент есть. Ну, кстати, вот последнее, что я хотела сказать, вот после этого марша меня отпустило. Все, я, у меня как-то я успокоилась совершенно и поняла, что каким-то образом процесс пойдет. То есть у людей что-то тоже повернуло сознание, да? Похоже на то, потому что там были, как мне сказал Мариус, там был весь цвет, вот, собственно, на сегодня цвет мысли Литвы. Я их не знаю никого в лицо, кроме, вот, господи, забыл, как зовут, не будем сейчас, просто забыл. По поводу имущества евреев есть такое опасение. Более того, у них же есть закон. И если я уперлась бы, например, приняла бы там, получила бы вид на жительство, пошла бы в суды, у них есть закон, во-первых, о возвращении гражданства тем, кто, по-моему, внуки и правнуки, дети внуки и правнуки, я еще вполне попадаю под эту категорию. Я могла бы с ними судиться, добиться этого, там, возвращения этого имущества, положить на это зачем-то свою жизнь, зачем... Здесь надо понимать, я понимаю, что когда люди заняли чужой дом, воспользовались чужими вещами, причем еще этот дом остыть, наверное, не успел, я не знаю, по-разному было. Я не хочу обижать всех соседей, я знаю, что были люди, которые спасали евреев, и более того, мне обещали познакомить с потомками тех, кто спасал евреев Рокешкиса. А эта женщина есть, и ее будут... Представлять праведником мира. Но зачем? Это середина ничего. Ты едешь по прекрасным местам, леса, поля, приезжаешь в маленький депрессивный городок. Не хочу никого обидеть, но там не похоже, что на бурный экономический рост нигде. То есть зачем вкладывать силы свои, отдавать полжизни на то, чтобы еще раз поднять этот Рокешкис, или Малеты, или еще что-то. Мне кажется просто, что литовцы преувеличивают значение этого имущества. Я хочу фотографии найти, я хочу найти какие-то вещи, которые держали в руках моя прабабушка, сестра, моя дедушка. То есть это более духовное наследие, чем что-то материальное. А получить этот дом надо поддерживать, ремонтировать, что-то делать жильцами. Если ты хочешь получить его целиком, их надо выселить. Или нужно с ними смириться, понимать, что это во многом потомки тех, кто зашел туда после убийства. И потратить на это, не знаю, сколько мне осталось, мою жизнь, я точно не буду этого делать. Желания отомстить нет? Нет. Ну, уже кому? Тому, кто убивал, есть. У меня всегда есть. Я всегда мой злой. Его детям, которые не знают ни слова, и им не рассказали. И даже такой человек, как драматург Мариус Ивашкевич узнал о произошедшем в Малетте совсем недавно. Что я от них могу хотеть? Ничего. Могу им удачи пожелать, честно говоря. Потому что мне показалось, что Литва не очень хорошо сейчас выглядит в смысле экономики. И, кстати, Мариус мне сказал, что, собственно, в литовском-то правительстве, и это, по-моему, есть в фильме, думают о возвращении на самом деле. И хотят, есть силы, которые боятся. Знаете, мы были с делегацией журналистов израильских в Литве несколько месяцев назад, и нас принимали в Министерство иностранных дел, и нам вот именно то, именно об этом мы говорили, и возместитель министра иностранных дел, я, к сожалению, не помню его имени, во-первых, нас поразило, что все абсолютно молодые ребята, то есть там 30, 35, 40, вот все руководство, по крайней мере, там, вторые лица в министерствах, молодые ребята, молодые люди, которые совершенно по-другому. Ну, и они говорили о том, что мы должны вообще перешагнуть, то есть это уже другое поколение, совершенно с таким европейским подходом, и они собираются это сделать, я думаю, что они это сделают. Спасибо вам, ну а теперь давайте посмотрим сам фильм. Давайте. 29 августа 1941 года. По этой улице, в небольшом литовском городке Малетой, гонят 2000 евреев. Впереди колонны местные, литовцы, их еще называли белоповязочниками, это те, кто решил сотрудничать с немцами. Бегут и кричат, не смотреть. Кто подходил к обреченным слишком близко, рисковал присоединиться к ним. В тот день расстреляли и бросили в ров почти всех евреев этого местечка, в 60 километрах от Вильнюса. По всей Литве за лето 1941-го убили 200 тысяч евреев, 9 из 10. Торговцев, ремесленников, ученых, аптекарей, юристов зачастую их убивали еще до вступления войск вермахта в литовские города. Убивали свои, бывшие соседи, бывшие клиенты, бывшие покупатели лекарств. 75 лет эта часть литовской истории была выжжена, вычеркнута. Даже говорить о катастрофе было как-то не принято. И уж тем более после того, как в Литве начали строить новую государственность. И вот долгожданное покаяние. 2000 человек, потомки убитых и просто те, кому не безразлична эта трагедия, прошли дорогой смерти. Причем большинство из этих людей не евреи, а литовцы. Это Мария Лекух и ее сын Никита. Они из Москвы, но пару лет назад получили гражданство Израиля. Сейчас Никита учится в школе в Тель-Авиве. Мария работает в Москве журналистом. В Малетой они, как и еще сотни евреев со всего мира, от России до Ругвая, приехали почтить память своих предков, убитых на этой земле в августе 41-го. Все, что я знала до какого-то момента, это то, что семья из Рокишкиса и что она погибла во время войны. Раскручивая всю эту историю, я узнала, собственно, все подробности. Поняла, что это была очень большая семья. И эта семья погибла в один день. То есть войну не пережил ни один человек. Городок Рокишкис почти на границе с Латвией. От Вильнюса ехать больше трех часов. До войны две трети населения там составляли евреи. После практически никого. В городе, в отличие от того же Малетой, следов жизни еврейской общины просто нет. Ни памятника, ни экспозиции в местном краеведческом музее, ни даже таблички с именами литовцев, укрывавших там всю войну несколько еврейских семей. Памятники и жертвам, и спасителям ставят в Литве только сами евреи. Чем больше выживших, тем больше и вероятность появления монумента в городе. Но ветер Малетских перемен все же достиг и Рокишкиса. Пока его хватило лишь на старое еврейское кладбище, которое, как помнит Мария, еще семь лет назад даже найти было не так просто. Тогда казалось, что в заброшенном лесу на окраине города среди мусора сохранилось всего несколько могил. Сейчас кладбище привели в порядок, огородили и у ворот поставили единственный памятник местным евреям. Мария с сыном даже нашли камень, который по имени и дате смерти совпадает с одним из их предков, про прадедом Шмуэлем. Мы не найдем сейчас виноватых. Сейчас надо как-то, наверное, примириться с этим. Я примирилась, честно говоря, тоже благодаря вот этому маршу в Малетае. Я ночью глубокой прочитала текст Мариуса. Он начинается очень провокационно. И в какой-то момент, когда я дочитала до его слов, его призыва прийти и вспомнить, я уже рыдала, честно говоря. «Еврей. Проклятие Литвы» и «Я не еврей» – это два текста Мариуса Ивашкевича, которые сделали из марша в Малетае то, в чем просто нельзя не принять участие. Кажется, едва ли не половина людей, которые приехали в Литву на шествие памяти, сделали это после того, как прочитали его слова. Признаться в своих ошибках и даже преступлениях – проявление силы, а не слабости. Иногда надо побыть там, где не весело. Мы пойдем к тем, кто ждет нас три четверти века. Ибо Литва – это был их дом, единственный дом, и другого у них не было. Думаю, ее надо отпустить тогда, когда мы на самом деле с ней сживемся. Вот тогда ее можно отпустить. Пока она, то есть пока на самом деле нет настоящей памяти с нашей стороны этим людям, пока мы их считаем чужими или, не знаю, считали до сегодняшнего дня, ее никак нельзя было отпускать. Мариусу 43 года, и в нем нет ни капли еврейской крови. Сегодня в Литве он один из самых известных драматургов. Родился и вырос в Малетае. Но о еврейской трагедии в своем родном городе по-настоящему узнал только в этом году. Сам Мариус говорит, что главный герой истории не он вовсе, а Цви Критцер – футбольный агент из Тель-Авива. Цви родился в Вильнюсе, но вся его семья из Малетая. 29 августа 41-го там погибли 30 его родных. Цви вспоминает, как в детстве, лет с шести, каждый год с родителями он ездил на место братской могилы. Пару лет назад Цви нашел там лишь заброшенный овраг и компания пьяной молодежи. Цви решил восстановить мемориал. Литва еще не дошла до сознания, как Германия, что открыто заговорили обо всем, обо всех ужасах. Назвали имена убийц, назвали все, судили все. Здесь же почти никого не судили, вы знаете. Литва, я считаю, они не достигли совершеннолетия, потому что если у них герои, еще люди, которые, у них руки запачканы, в крови невинных, и если это их герои, то пока у Литвы проблема. К следующему году Цви и Мариус мечтают расширить мемориал памяти, открыть музей евреев Малетая. Но главное даже не это. Им уже сейчас удалось объяснить литовцам, что трагедия евреев не их трагедия, а наша общая. И дело даже не в покаянии, а просто в признании этой боли. Много лет в головах литовцев сидел страх, что те евреи, чьих предков убили в 41-м, приедут в Литву и попытаются вернуть свои дома, свою собственность. Но сегодня у этих евреев уже новый дом. И все, чего они хотят, чтобы Литва признала сам факт этой катастрофы. Впрочем, сегодня, кажется, власти прибалтийской страны готовы даже к большему. Уже через два месяца в Литве могут одобрить инициативу о даровании гражданства потомкам евреев, погибших во время массовых убийств. Я буквально вчера разговаривал с нашими дипломатами в Израиле, и они мне говорят, что там идет очень острая борьба над этим вопросом. И они мне сказали, что кажется, в октябре это все решится.